Уверенным в себе человек может быть только дурак. Почему? А вот сейчас вы поймете почему. На чем базируется уверенность человека в себе? На чем она базируется вообще? Вот вы, Ирина, сказали «вера в себя». Слово «вера» — это весьма такое туманное слово. Вера — цена ей пху и растереть, как говорят. Ей цена ноль. Потому что я сегодня верю, а завтра не верю. В основе моей веры ничего не лежит, а настроение. Вот у меня настроение сегодня есть, я сегодня верю. Завтра у меня нет настроения — не верю. Вы понимаете, что вера — это ничто. Это просто пустые слова, за которыми ничего не стоит. Я сегодня верю, потому что у меня настроение. Завтра у меня будет другое настроение, и я ни во что верить уже не буду. А что значит уверенность в себе? Это вера в себя. Давайте разберемся, что это такое. На чем она может базироваться, эта вера? Вот вы говорите, я верю в себя. А я вам задаю вопрос. А на чем базируется ваша вера? Что является основанием для вашей веры? Откуда она взялась вообще? Это не вера. Это называется компетенция. Вы разбираетесь в компьютерах, программирование. Вам дали задание программировать что-то. Вы уверены в себе. Вы уверены в том, что вы справитесь с этим заданием, потому что вы обладаете достаточным skills. То есть у вас есть навыки, у вас есть опыт, у вас есть знания. Вы понимаете, что вы с этой работой справитесь. Это не есть уверенность в себе. Это есть уверенность в том, что вы справитесь с заданием. Потому что если вам дадут задание, которое выходит за рамки вашей компетенции, ваша уверенность тут же испарится. Например, что-то, условно говоря, вы там работаете в каком-то языке. Я тут слышал, пейтон какой-то, я тебе подвинутый. А есть язык джава там, и вот там они очень как-то, я не знаю, я просто говорю. Вот вы в джаве специалист, вы там вам дали в джаве, вы там себя уверенно чувствуете, вы все сделаете, все будет окей. А вам далее сказали, язык надо какой-то другой, не знаю еще какие. И все. Это не есть уверенность в себе. Это есть ваша компетенция. Она к уверенности никакого отношения не имеет, потому что она зависит от обстоятельств. Понимаете? Вот вы в какой-то сфере разбираетесь, в чем-то вы разбираетесь. У вас есть достаточная компетенция, достаточные навыки. Вы уверены в себе. Не в себе, а в том, что вы справитесь с этим заданием. Но, если вы сталкиваетесь с чем-то, в чем у вас нет экспириенса, в чем у вас нет опыта, в чем у вас нет знаний, компетенции и скиллс необходимых, все, уверенность пропала моментально. Ну, так, по-моему, во всем. В какие-то сферы жизни ты компетенен, а в каким-то ты некомпетенен. Да, абсолютно. А вас это устраивает? Что вы будете испытывать стресс и потрясения всякий раз, когда вы будете сталкиваться в жизни с чем-то новым. А с чем-то новым можете сталкиваться каждый день. Это значит, всю оставшуюся жизнь вы будете находиться в сплошном непрерывном стрессе. перебиваясь таблетками, кокаином или чем-то там еще. Кто что употребляет. Это вы этого хотите? Да. Но, наверное, тогда это страхом связано. Если нет страха, значит, есть самоверенность и как-то так клеит. Нет, ну почему? Страх — это нормальное состояние сознания. Одна из девяти раса, совершенно естественных, присущих каждому человеку. Только психически больной человек может чего-то там не бояться. Каждый человек чего-то боится. Всегда. Это нормальное состояние. Это инстинкт самосохранения, который заложен в сознание человека брахманом специально для его выживания. В этом ничего нет плохого. Это нормально, это хорошо. Только кретин и сумасшедший ничего не боятся. И то они боятся. Я сталкивался. Все чего-то боятся. У нас есть вариант из виртуального зала. Ощущение опоры на себя в любой ситуации, что бы ни случилось. Вот это уже чуть ближе к истине. Вот это чуть ближе к истине. А это хорошо. Вот это уже ближе. Да. А уверенность в себе, она же соотносится с уверенностью в своей жизни. Вот как вы привели пример с работой. У нас у всех есть задание справиться со своей жизнью. Вот для этого и изучаем сам Далакарн. Это все улыбки, возможности и компетенцию с этим делом справиться. И чем больше у нас получается, тем больше мы уверены в себе. Да. Пока чего-то не случилось. Ну это само собой, как сказать, выбивает почву потом периодически, но чем больше… А не должно выбивать почву. Вот. Вот. Чем больше ты справляешься, тем более устойчиво ты становишься в любых ситуациях. Это означает, что вы обретете конечную уверенность, когда пройдете все возможные ситуации в жизни. А их триллион в триллионной степени. Это значит, что вы никогда не достигнете такой уверенности. Потому что это уверенность, проистекающая извне. Это реакция на ваше… А может, доверие к Богу, доверие к Брахману – это пустые слова. Я объясню почему. Потому что они строятся на вере. Доверие строится от слова «вера». А слово «вера», как мы только что разобрали, оно ничего не значит. Вот когда меня спрашивают, вы верите в Бога или нет, я говорю, я не верю в Бога. Я просто знаю, что Он есть. Я с Ним каждый день работаю. Между прочим. Каждый день. Я не верю в Ним. Я просто знаю, что Он есть. Риторический вопрос. Вы верите в то, что дважды два – четыре? Нет, мы не верим. Мы знаем. И вот между знанием и верой колоссальная разница. Понимаете? Колоссальная разница. Потому что вера – это просто настроение. А знание – это то, что является частью вашего сознания, частью вашей жизни. И оно к вере никакого отношения не имеет. Поэтому вера в Бога – это пустые слова. Это то же самое, я не знаю, верю в победу коммунизма, я не знаю, или еще что-нибудь. Мир во всем мире. Это вот «я всех люблю», «да здравствует мир во всем мире». Это пустые слова, понимаете? Ничего не значит, за ними ничего не стоит. Вера в Бога. Сегодня я верю, завтра я не верю. В Бога почему-то начинают верить, когда что-то плохое происходит. Когда хорошее, никто в церковь не ходит. Вот как что-то плохое случилось, все бегут туда, свечки ставят. Это, конечно, не помогает, но и другая история. Они туда бегут. А до этого где вера была? И что с этой верой станет, когда они свечку поставили, это не поможет. Любовь, так называемая, к Богу, чем сменяется потом, если это не поможет? Ах ты, Бог, мерзавец, почему ты меня там, это самое, на кого ты меня оставил? Или что-то в этом роде. Вот и вся вера. Это ничего просто, понимаете? Это ничего. Это просто пустые слова. Да здравствует мир во всем мире. Мы за все хорошее, против всего плохого. Вам еще вопрос? Да. А почему Вы говорите, что свечки, даже люди ставят в церкви, и оно потом помогает? Ну, потому что у меня тысячи примеров, как это не работает. Тысячи примеров. Тысячи, 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 потому что я 48 лет этим занимаюсь. 48 лет. В этом году. Так вот, мы, видите, у нас проблема даже, да. Есть еще один вариант. Да. Когда есть результат хороший, у своих действий является уверенность. Да, а когда будет плохой результат, что будет? Куда денется уверенность? Да. Поэтому, когда человек говорит уверенность в себе, то, скорее всего, он даже не понимает, что он говорит. Потому что в большинстве случаев уверенность в себе понимается людьми, как наличие наглости. Уверенный человек и наглый человек, вот это сознание людей очень хорошо складывается, да. Вот если он наглый, значит, он уверенный. Если он уверен, значит, он наглый. Вот это понятно. То есть человек, который может перейти границы, да, легко, и ему как бы это ничего не стоит. Он это делает, он переходит границы, может, каждый человек имеет свои какие-то границы, а этот человек эти границы переходит, и он говорит, он какой наглый, наверное, потому что он очень в себе уверенный. Да. Можно еще один вариант. Осознание своих жизненных целей и достижение их, несмотря на внешние обстоятельства. Нет, нет. Это просто постановка цели. Они могут быть, а их может и не быть. Да. Нет. А знание своей кармы работает? Знание своей кармы помогает понять ситуацию. Но чем больше вы будете свою карму узнавать, тем меньше у вас будет основания для уверенности. Понимаете? Это я могу сказать, как профессиональный астролог еще плюс ко всем. Вот когда вы посмотрите в свой гороскоп, у вас вся уверенность пропадет моментально, понимаете? И чем больше вы будете знать в джотише, тем меньше у вас ее будет. Вот я вас уверяю просто. Это дечится. Да. Вот туда лучше так неподготовленному человеку не смотреть. Потому что там калиюга, понимаете? 75% кармы, минимально это папа карма. Оставшиеся это 25% это не шубха карма, а это так называемая мишра карма или серая карма. Суть которой заключается в том, что начало может быть хорошим, но конец обязательно должен быть плохим. Иначе калиюга не будет работать. То есть да, у вас начало может быть хорошее, но конец должен быть плохим обязательно. Это не мастер. Это закон. Всех людей? Абсолютно, да. Абсолютно. Это закон кармы, это закон кармы, который работает в калиюге. Иначе не будет калиюги. В калиюге не должно быть хорошо, в калиюге должно быть плохо. Поэтому, как говорили древние, знания порождают скорбь. Чем меньше знаешь, тем крепче спишь. Да. Ну вот, я так понем понял, что может нам просто не не стоит? Ну, не верить, и вот в жизни после 10 лет в йоге, ты понимаешь, что лучше бы вообще не думать. Ну да, знание порождает скорбь. Нет, йога на самом деле колоссальная вещь. Это единственный спасательный круг в калиюгу. Другого не существует. Просто в принципе не существует. И мой опыт, это подтверждает абсолютно и опыт тысячи тысяч людей, которые это используют. Я абсолютно согласен. И если у вас есть конкретные проблемы, которые вы хотите решить, достичь цели, там, или еще что-то, да? У вас всегда что-то есть конкретное. Люди приходят в йогу, имея, как правило, конкретный интерес. Это может быть более общий, но тоже конкретный. Например, развитие, развитие сознания, развитие, там, тела, развитие того и другого. То есть не всегда носит какую-то более конкретную форму. И вот это, понимаете, почему я сделал этот курс, вам уже понятно, да? Потому что здесь катастрофа. Это та же самая катастрофа, как у людей в сексе, о чем я рассказывал на Майдхуне. Кто был, тот знает. Просто абсолютная катастрофа, да? И такая же катастрофа вот с этой самой уверенностью в себе. Никто на самом деле в себе не уверен. И если человек производит такое впечатление, ткните его, и он развалится. Просто ткнуть надо посильнее. И вся уверенность как ветром сдует у абсолютного большинства людей. Почему? Потому что в абсолютном большинстве случаев то, что люди называют уверенностью в себе, является результатом опыта человека в каких-то определенных сферах или как результат каких-то определенных действий. Вот человек сделал что-то, у него получилось, и у него появляется уверенность в себе. Но это не есть уверенность в себе. Это есть уверенность в своих возможностях решать эту проблему. А что будет с другой проблемой? Так же успешно он с ней справится? Думаю, что нет. Не может быть везде абсолютно положительный результат. Поэтому его уверенность до первой неудачи. Более того, чем больше была эта изначальная уверенность как результат действия какого-то, и когда будет совершено другое действие, этот человек не получит такого результата, то его потрясение будет прямо пропорционально его так называемой вере в себе. То есть, то, что люди называют уверенностью в себе, это просто опыт, их опыт, как результат, полученный вследствие каких-то совершенных этим человеком действий. И если действия будут другими, совсем не факт, что эта так называемая уверенность у него останется. Потому что эта уверенность, в кавычках, базируется на внешнем респонсе. Вот человек совершает какое-то действие и встречает, например, одобрение со стороны других людей. А потом он совершает то же самое действие, но среди других людей, и не встречает одобрения. Что станет с его уверенностью? Она тут же пропадет. Потому что уверенность есть реакция на то, что совершает этот человек. Это не есть уверенность, это просто реакция. Он там спрыгал 20 раз, он 20 раз прыгнуть может, у него есть уверенность, а 30 раз уже нет. Уже может и не получиться. Потому что это на самом деле никакая неуверенность. Это представление человека о том, что он может справиться с какой-то ситуацией. Это его представление. Как поведет себя этот человек в другой ситуации, это вопрос. Если он проведет себя, покажет себя хорошо, окей. А если плохо? Ну, например, вы ведете себя определенным образом, в определенном кругу людей. И вы оказались в другом кругу людей. В том кругу ваше поведение встречалось с одобрением. А в другом кругу людей, там, может быть, люди другой традиции, другой культуры, других интересов и так далее. Ваше поведение может встретить совершенно другую реакцию. То, в чем вы были уверены, в том кругу людей здесь работать не будет. Куда денется ваша уверенность? Она моментально пропадет. И это будет шок, это будет потрясение. Потому что там это работало, а здесь не работает. Потому что это была неуверенность, это было отражение реакции людей. К сожалению, это опять-таки ваше видение и понимание жизни строится на реакции людей. Если они одобряют ваши взгляды, вы будете в них как бы уверены. А если они их не одобряют, то вы уверенными быть не будете. Вот и все. Проблема людей заключается в том, что вся их так называемая вера в себя, уверенность в себе базируется на реакции других людей. И зависит от этой реакции. Она оттуда происходит. Она идет извне. Она идет извне. Понимаете? А вне – это быстро меняющаяся ситуация. В нашем мире, в нашей жизни все быстро меняется. И поэтому эта уверенность всегда будет носить временный характер. Вот вы были уверены в том, что у вас стабильные отношения с вашим бойфрендом. А он приходит и говорит. Вот у меня был случай. Девушка, я, говорит, на шестом месяце беременности. Мы там живем хорошо, замечательно, прекрасно. Я так верю своему мужу. Он приходит и говорит. Ты знаешь, я тут другую девушку встретил. Пока. Понятно, да? И она приходит и говорит. У меня все рухнуло. А до этого была такая уверенность прямо. То есть проблема заключается в том, что то, что люди называют уверенность в себе, это никакая неуверенность. Это просто им так кажется, что они уверены в себе. Они не могут быть уверены в себе. Почему? Потому что их уверенность проистекает извне, из той обстановки, в которой они живут, в которой они находятся. А у меня простой вопрос. А вы эту обстановку можете контролировать? В 99,999% случаях из 100% вы ее не контролируете. Если вы не контролируете обстановку, из которой проистекает ваша так называемая уверенность, что тогда происходит с этой так называемой уверенностью? Это просто представление. Это просто человек так для себя решил. он просто так подумал. Потому что вот его окружение, оно каким-то образом подтвердило что-то у него. Вот и все. Поэтому, скажем так, 99,999% людей просто в принципе не могут быть ни в чем уверены. И больше всего они не могут быть уверены в себе. Потому что они не контролируют источник их уверенности. Их источник уверенности находится в обстановке в других людях, которые их окружают. Поменяется обстановка, поменяются люди, куда денется их уверенность. Поэтому все вот эти разговоры про уверенность, там много-то посмотри, уверенность, да я такая уверенная, зачем мне это надо? Посмотрим, что будет дальше. Обязательно наступит момент, когда эта уверенность испарится, как утренний туман, что называется. И будет как у всех. Потому что это просто болтовня. Нету там. Нет, не было. И не будет никогда никакой уверенности. У обыкновенного человека такой уверенности просто в принципе быть не может. И вы это поймете в ходе наших занятий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok